Мобилизованным гражданам и добровольцам, участникам специальной военной операции, а также военнослужащим, которые проходят военную службу в вооруженных силах по контракту, положены ряд льгот, начиная от бесплатного проезда до обязательного государственного страхования. Напомню, что в Трудовом кодексе специально предусмотрены особенности трудового взаимодействия с мобилизованными гражданами. На период мобилизации трудовой договор не прекращается, а приостанавливается, и заработникам сохраняется место работы. Период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж и в стаж работы по специальности. В настоящее время продолжается набор на военную службу Вооруженную силу Российской Федерации по контракту через пункты отбора военного комиссариата Республики в городе Якутске. Также напомню, что стаж военной службы участников специальной военной операции включается в страховой стаж будущей пенсии. На сегодня в Республике различных мер социальной поддержки, в том числе денежные, единовременные выплаты, осуществлены в количестве 10 984. Дальше эти меры также будут продолжены. Также напомню, что на прошлой неделе глава Республики подписал указ, которым установлены базовые меры социальной поддержки, которые обязаны предоставлять муниципальные органы.